зачем я живу есть ли у меня цель всем привет с вами снова виктор балет сегодняшняя тема за жизнь очень интересная штука жизнь до сих пор миллионы людей миллиарды задают себе вопрос в чем смысл жизни и как его найти и вообще для чего я живу и многие к сожалению так и не находя ответ уходят из этой жизни так и не приобретя истинный смысл жизни я хочу вам сегодня прочитать стихотворение интересно одного автора который пытался по-своему раскрыть свой смысл жизни и стихотворение называется а знаешь жизнь загадочная штука а знаешь жизнь загадочная штука не угадаешь зачастую поворот кому-то счастье а кому наука мы предсказать не можем наперед не выбираем мы когда и кем родиться не можем знать когда и как уйдем порой не держим и в руках синицу но тянемся за белым журавлем не знаем мы кто другом вечным станет а кто заклятым будет нам врагом не угадать нам где любовь растает и не предвидеть где найдем мы дом мы знаем жизнь загадочная штука не угадаешь зачастую поворот кому-то счастье а кому наука мы предсказать не можем наперед вот такое красивое стихотворение написал дмитрий кудрявцев и действительно если задумаешься то жизнь это очень интересная штука и как-то с раннего детства многие уже начинают задаваться этим вопросом и это им помогает найти правильный путь по жизни но если человек например живет живет и не заведет себе этого вопроса никогда тоже вот просто вот одним днем не задумываясь о завтрашнем дне то конечно такая жизнь она не совсем может быть удачно сложится мы не можем предсказать многое наперед но по нашим поступкам по нашему поведению ежедневному можно это уже предвидеть когда я был маленький я уже рассказывал своих видео у нас было дворовые группы такие подростки и мы разделялись уже тогда на две группы да то есть одни были такие сорви голова на который там беспредельничали другие были более менее нормальные адекватные занимались спортом не курили или мало курили или пробовали какие-то вещи но потом от этого отходили от плохого а были беспредельщики образно говоря которые переступали эту черту и наказывались на некоторые некоторые из них уже погибли в этой жизни по ряду различных причин пусть это будет алкоголь наркотики там или на зону попали или то есть у каждого жизнь сложилось по-разному мы не знаем что с нами будет но мы можем надеяться всегда на то что мы по жизни идем не одни то есть нас окружает очень много хороших людей и самое главному никогда не должны забывать что раз мы были созданы в этом мире то есть творец есть создатель который интересуется нами постоянно и желает чтобы жизнь у нас сложилось чтобы она стала очень хорошей об этом никогда нельзя забывать его цель нашей жизни познакомиться с этим творцом познакомиться с этим создателем и уже у него тогда спросить в чем заключается смысл нашей жизни а он уже как библия говорит эта книга бога недалеко от каждого из нас до протяни руку и он уже возле тебя поэтому смысл жизни это найти его и расспросить его уже точно как что где что с нами будет наперёд да потому что мы не можем предсказать как сложится отдельная жизнь отдельного человека но в целом мы можем предсказать или нам помогают это понять как сложится жизнь всего человечества то есть вот это очень важно и то есть отдельно взятого человека трудно предсказать где-то что-то как-то а вот в целом человечество предсказать до куда идет направление и к его развития и что будет в будущем там через 10 20 30 50 100 лет 200 лет 300 лет тысячу лет миллионов лет это можно знать об этом поэтому вот такое хорошее стихотворение подумай это над своим смыслом жизни может быть тебе как-то это стихотворение тоже поможет или эти мысли которые сейчас тебе преподнес до следующего видео подписывайся пожалуйста пока пока